Братья и сестры, скажем слава Господу. Вы знаете, Николай говорил тему, что нам необходимо искать Господа. И я сегодня буду также рассуждать над очень такой серьезной темой, которая касается всех нас абсолютно. То есть каждого здесь сидящих и находящихся даже за пределами этого здания. Когда мы, братья и сестры, ищем Господа, приближаемся к Нему, читаем Слово, молимся, мы получаем откровение. То есть Бог нам открывается через Слово, через обстоятельства, через какие-то другие вещи. Но, вы знаете, с того момента, когда мы прекращаем искать Бога, в нашу жизнь приходят не откровения, а приходят потрясения. И, вы знаете, потрясения бывают этих разных видов. Где-то происходят у кого-то проблемы на работе, где-то кого-то уволили, кто-то попал в ДТП, кто-то где-то похоронил близких, родных, родственников, кто-то заболел, заболел, возможно, неизлечимой болезнью. И это все то, что мы называем потрясение. То есть Бог, если мы перестаем Его искать, Он всячески хочет, чтобы мы заново начали Его искать. И вот сегодня именно я хочу с вами порассуждать на очень интересную тему. Вот это одно из потрясений, которое может быть в жизни человека, это наши болезни. Почему я сразу сказал, что это касается всех нас? Потому что, наверное, если я задам вопрос здесь и спрошу, кто здесь ни разу не болел, наверное, таких здесь не найдется. Потому что все мы болеем время от времени, кто-то всю жизнь болеет. И поэтому я именно хотел сегодня порассуждать на эту тему. Потому что, братья и сестры, у нас в последнее воскресенье месяца, как правило, проходят молитвы за исцеление. И люди выходят наперед сюда. И я смотрю, наблюдаю за картиной, что далеко не все получают исцеление. Как бы то ни хотелось нам, вроде люди выходят, слава Богу, что они выходят. Это значит, это говорит о том, что они имеют веру, что они знают, что Бог их может исцелить. Но почему-то люди, выходя сюда, помолившись со служителями, они все равно уходят за пределы молитвенного дома и остаются также больны со своей проблемой или немощью. Так вот, я вот именно сегодня хотел с вами побеседовать на такую тему, как получить исцеление. Я сейчас буду говорить чисто о физическом исцелении, не о духовном, а о физическом исцелении. Первое, что моя проповедь будет содержать два вопроса. Первый вопрос, это будет, я хочу разобраться, почему же мы болеем вообще, вот как люди, почему мы, живя здесь на этой земле, болеем. И второй вопрос, это я также хочу разобраться, почему, какие есть преграды для того, чтобы мы не получаем исцеление. Вот то, что я говорил, выходим, молимся, но исцеление не происходит, так как мы хотели. Первое, почему мы болеем. Вы знаете, братья и сестры, что Адам и Ева, то есть первые люди, которые находились в Едемском саду, они не болели, они были вечны. И написано, что они находились в прокладе дня, беседовали с Богом, могли есть плоды с разных деревьев и так далее и тому подобное. Нигде мы не видим в Библии, что первые люди болели. То есть в Едемском саду не было болезни, не было смерти. И поэтому с того момента, как первые люди согрешили в Едемском саду, укусили запретный плод, Бог проклял человека из-за греха. И там написано, если вы читали, смертью умрешь. То есть что такое смертью умрешь? Это значит, ты перестанешь быть человек, ты перестанешь быть вечен. То есть ты будешь постепенно стареть, тлеть и постепенно ослабевать, и в какой-то момент ты будешь уходить из этой земли. И мы понимаем, что с этого момента, когда Бог проклинал человека, то есть изгонял из Едемского сада или наводил проклятие или наказание по-другому за грех, Он говорит следующие слова. Давайте откроем Бытие, 3 глава, 16 по 19 стих. Смотрите, что Бог сказал первым людям. 16 стих. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни ты будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Прочитая этот отрывок места священного Писания, мы все понимаем, что с этого момента, как первые люди согрешили, пришла болезнь в жизнь человека, пришли болезни в жизнь человека. И читая Библию до 21 главы Откровения, мы везде видим, что везде были болезни. То есть во всех людей борели и простые люди, болели и цари, болели и пророки, все люди болели. И только написано в 21 главе, что когда на новой земле, когда человек пойдет на небо или в вечность уйдет, там не будет болезни. То есть в первых две главы в Библии написано, что не было болезни в первых двух главах, и в последних двух главах тоже написано, что там не будет болезни. А вот этот промежуток, который человек находится на земле, от Адама и Евы, с того момента, как согрешили первые люди, он болеет. И поэтому Давид в 89-м псалме 10-м стихом пишет следующие слова. «Не лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора из них – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Вы знаете, что многие по-разному этот стих понимают, но я лично понимаю то, что большая часть жизни нашей – это труд и болезнь. То есть когда мы трудимся и когда мы болеем, понимаете, это основная часть – это наши труды, мы занимаемся дома, ходим на работу, параллельно болеем и так далее и тому подобное. И я сказал, что все люди болеют, независимо, христианин ты или не христианин, независимо от твоего вероисповедания и каких-то других принадлежностей. Поэтому, вы знаете, я выделил несколько причин наших болезней. Есть вот такие причины. Некоторые люди думают, что болезнь – это наказание за грех. Ну, очень много людей так думают, что если Бог послал болезнь, значит, Он нагрешил. И некоторые люди даже так осуждают, другие говорят, вот тебе за это Бог послал, вот тебе за то. Вы знаете, братья и сестры, мы не судьи, мы не знаем, почему Бог посылает болезни в жизнь людей. Но есть причины наших болезней. И первое, что я выделил, или вообще, что бросается в первое, это мы болеем просто-напросто иногда от наших глупостей. Как бы это ни звучало странно, но мы просто, бывает, вот люди сразу списывают, вот там дьявол послал мне болезнь, там еще что-то согрешил, там еще как-то мы, когда заболеем, начинаем сразу анализировать, из-за чего эта болезнь могла прийти в мою жизнь. Но вы знаете, первое, что я хотел отметить, что болезни приходят иногда просто из-за наших глупостей. Допустим, на улице зима, холод, там ветер, дождь, и молодые люди иногда, я смотрю, без шапки, на распашку идет, как бы смотришь, ну я не знаю, или форс это, или что, как это можно сказать, но по-другому можно сказать. И вы знаете, и человек просто заболел, просто заболел, смотришь, звонишь, ему, говорит, у меня температура, там ухо заложило, еще что-то, голова болит, продуло шею и так далее. Или, допустим, вот у нас многие в церкви братья и сестры, братья, вернее, сестры не работают на стройке, слава богу. Знаете, братья работают на стройке, и часто спину подрывают, да, допустим, спину сорвал, говорят, тоже поднятие тяжести, которое несоизмеримо со своими возможностями, приводит к болезни спины. И мы понимаем, что Бог нам дал мудрость, дал нам здоровье и дал мудрость, чтобы мы правильно относились к своему здоровью, правильно соотносились к своей силе, и чтобы, ну, думали перед тем, как что-то делать. И тогда, возможно, мы можем некоторые наши болезни просто-напросто избежать. Следующее, что я хотел бы отметить еще, почему мы болеем, это написано, давайте вместе откроем, 1 Коринфянам, 11 глава, с 29 стиха, с 29 по 32 стихи. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостоин, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Смотрите, что апостол Павел говорит в первом послании к Олимпианам, что одной из причин наших болезней, это может быть неправильное участие в вечере Господней. Как понять, что такое неправильное участие в вечере Господней? Ну, я понимаю, что когда человек находится во грехе, он понимает, что все мы знаем, что у нас либо преломление или причастие происходит в первое воскресенье месяца. И когда человек живет, вот мы живем от первого воскресенья до первого воскресенья месяца, от левопреломления до хлевопреломления. И понятно, что мы можем грешить и грешим, потому что мы люди грешны от Адама. И когда мы приходим на хлевопреломление и находимся во грехе, и когда пастыря наши призывают о ком-то помолиться или что-то, ну, как бы исправить свое положение, и люди просто некоторые, возможно, не задумываются об этом, о важности этого служения. И они просто-напросто уже машинально участвуют в этом служении, хлевопреломлении, даже находясь во грехе. То есть недостойное участие в вечере Господней нас может привести то, что Бог может допустить в нашу жизнь болезнь. И еще более здесь сказано, что оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают. Вы сами подумайте, как это серьезно? Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают. То есть даже из-за этого люди умирают. То есть Бог наказывает за эти вещи. Поэтому должно быть достойное участие в вечере Господней. Если же ты видишь, что нету мира, что у тебя грех, что у тебя где-то какие-то проблемы в жизни, и ты не можешь достойно участвовать в вечере Господней, то лучше воздержаться. Лучше воздержаться, если ты победы не получил над грехом, или надо где-то, допустим, если ты кого-то обидел, и ты понимаешь, что ты не можешь примириться с этим человеком, и тебе надо участвовать в вечере Господней, и ты понимаешь, что этот человек что-то на тебе имеет, то лучше не участвовать. Потому что этим мы навлекаем на себя болезни и даже смерть. Это очень серьезные вещи. Что еще я хотел отметить, то, что болезни иногда Богом посылаются именно как некоторые люди думают за грех. Да, есть такое, что Бог посылает жизнь человека болезнь из-за того, что он согрешил или грешит. Ну, если смотреть Священное Писание, то есть примеры, когда Бог четко показывает, что человек делал неправильные вещи, и он его наказал болезнью. Ну, к примеру, допустим, ну, Мариам, да, Мариам, когда она восстала против Моисея, начала роптать на него, что кто ты такой, кто тебя поставил тут, когда он выводил израильский народ, и написано, что Богу это не понравилось, и она покрылась проказой. Покрылась проказой, и там, ну, написаны дальше действия, как она должна была действовать, чтобы исцелиться от этой болезни. Или очень распространенный пример, все даже дети знают, тот момент, когда Нейман приехал к пророку, вышел Гиезий, сказал, что сделать, Нейман там возмущался, туда-сюда, как бы, но слуги уговорили, он пошел, сделал, он получил исцеление, но Гиезий, слуга же пророка Елисея, он просто-напросто, просто-напросто, то, что запретил ему делать его господин, то есть, не брать с Неймана никаких там подарков, ничего за исцеление, он просто-напросто поехал и взял эти вещи, и написано, что он также покрылся проказой, то есть, пришло наказание, пришло наказание в его жизнь, и еще очень яркий пример, это царь Озия, вы, наверное, все знаете, кто Библию читает, что он был царем, вот, и он не имел права входить в храм, то есть, там, туда, куда должны были входить священники, но он посчитал себя важным, он ведь царь, он вошел, написано, взял там кодильницу, хотя, по-моему, 70 или 80 священников говорили против этого, но он все равно пошел на эти действия, и он также покрылся проказою, то есть, Бог наказал за эти вещи, вот, и 1 Петра 4,1 написано так, итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, следующее, почему может прийти болезнь в нашу жизнь, это Бог допускает болезнь для того, чтобы испытать нас, то есть, мы понимаем, что мы люди верующие, и мы Богом, фактически все верующие проходят в жизни такой период, период испытаний, и испытания могут быть абсолютно разные, Бог видит и знает сердце и человека, как он живет, как он приближается к Богу, и одним из видов испытания может быть болезнь, и очень яркий наглядный пример это Иов, мы все знаем этого, это человек был, который был праведником, человек был праведником, сам Бог говорит это, вот, но Бог допустил болезнь в жизни этого человека для того, чтобы испытать и потом же показать, что он действительно был праведником, потому что мы читаем, что, друзья, когда он заболел, когда он сразу потерял все, потерял имущество, потерял детей, Бог фактически Иоаннский забрал все, кроме жены, которая и то потом потакала, чтобы он похулил Бога. И вы знаете, и когда приходили его друзья, и они говорили ему, ты, наверное, не праведник, потому что Бог послал такие вещи в твою жизнь. И они говорили множество вещей в адрес Иова. Да, Иову было очень тяжело это слушать, но в итоге Бог сказал, что Иов действительно праведник. И если он за вас помолится, то есть за друзей, тогда я приму эту молитву, и тогда все, что вы говорили, оно будет убрано. То есть, что я хотел этим сказать, что болезни могут быть испытанием нашей жизни. Какая еще может быть причина наших болезней? Бог может допустить болезнь в нашу жизнь, или в жизнь человека даже, в жизнь человека неверующего для того, чтобы привести человека к вере. То есть, мы все понимаем, что люди, когда живут, и когда у них все хорошо, им Бог фактически не нужен, особенно если жизнь их не устроена, есть работа, есть достаток, есть семья, и все есть, карьера. Если им Бог фактически, они могут чисто формально приходить в церковь, там, если он православный, поставить свечу там или еще что-то. Но Бог, Он хочет, чтобы человек спасся, и поэтому для того, чтобы спасти человека, Бог иногда в жизнь этого человека посылает болезнь. И все мы видим, что когда человек начинает болеть, он очень сильно начинает приближаться к Богу. Это один из фактов. Вот Николай говорил, что нам необходимо приближаться к Господу. Все, когда мы начинаем болеть, мы очень интенсивно начинаем это делать. Ну, как правило, верующие люди начинают приближаться к Богу. Вы знаете, год назад, может, вы видели даже, я тоже сюда пару раз выходил наперед, у меня были проблемы с коленом. Вот, и у меня это происходило уже третий раз такое. И вы знаете, я задался целью, почему так происходит, и всегда обстоятельства какие-то вот разные, но всегда приходит одна проблема, как бы, и я слушал и проповеди, и читал Слово, и я рассуждал, и, может быть, это вот стал результат, почему я эту проповедь сейчас говорю. Да, я выходил сюда, и даже у меня было пророческое Слово по этому поводу, по болезни, как бы. И Бог исцелил, слава Богу, я сейчас живой, здоровый, то есть колено движется, все, слава Богу, уже год прошел, и болезнь отступила, но вы знаете, что болезни приходят к нам из-за множества разных причин, которые мы сейчас рассматриваем. То есть в данном случае для того, чтобы человека привести ко спасению, Бог иногда посылает в жизнь человека болезнь. И тогда человек начинает переосмысливать, потому что когда мы, братья и сестры, болеем, нам ничего уже не мило становится. Вы знаете, я когда ходил с коленом, и когда ходить не мог, и кажется, вот весна на улице, и хочется что-то сделать, ну ты ничего не можешь сделать, ты ходить не можешь просто-напросто. Вроде молодой, 34 года, а ходить не можешь. Вот, кажется, ну что там такое колено? Вот, но на самом деле это очень серьезно, мы очень сильно страдаем, когда мы болеем. Вот, и поэтому люди, Бог посылает болезнь, и люди начинают приходить в церковь, они начинают лучше даже посещать служение, сильнее молиться, чаще начинают поститься, потому что у них проблема. Вот, и поэтому Бог посылает болезнь, чтобы приблизить человека, либо его привести к вере, если это неверующий человек. Еще одна из причин, почему Бог может посылать болезнь в нашу жизнь, это чтобы исправить наш характер, ну или предостеречь нас, допустим, от гордости. Вот если мы откроем 2 Коринфянам, 12 глава 7 стиха, апостол Павел там пишет следующее, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молила Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Смотрите, братья и сестры, апостол Павел, человек, через которого Бог творил чудеса, даже через его одежду творил чудеса, прикладывали пояс апостола Павла, получали исцеление, но сам он имел жало во плоти. Так вот Библия нам говорит, и он говорит, апостол Павел, что он трижды просил Бога, чтобы он убрал это жало, но Господь не убирал. Вы знаете, апостол Павел был очень образованным человеком того времени, и когда Бог его остановил по дороге в Дамаск, написано, что он потерял зрение, и даже некоторые богословы ссылаются, что жало во плоти было. Мы, конечно, не знаем, что точно было у него жало во плоти, нигде точно не написано, но одно из предположений, то, что у него были проблемы с глазами. Но это только предположения. Мы точно не знаем, какое у него было жало во плоти. Поэтому для того, чтобы менять наш характер или менять нас, для того, чтобы мы не превозносились или не гордились, Бог иногда посылает в жизнь нашу болезнь. Вот очень яркий пример, это апостол Павел. Он был апостолом, но все равно был больным, то есть было жало во плоти. Еще одной причиной, по которой мы можем болеть, то есть Библия нам говорит, что Бог допускает в жизнь человека болезнь, чтобы явилась слава Божия. Если мы откроем, Иоанна 9 глава, 9 главу откроем, с 1 по 3 стихи написано следующее. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него, Рави, кто согрешил, Он или родители Его, что Он родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божии». Знаете, вот проходя Иисус с учениками, встретился слепорожденный человек, то есть Он родился слепым. И если мы чуть-чуть углубимся, допустим, в те времена, как у евреев было, они считали, что вот даже вторая заповедь, по-моему, у них была, что могут согрешить родители, и дети несут вину за ихний грех до второго, третьего, четвертого рода. И поэтому они задают конкретный вопрос, кто согрешил, он либо родители Его. Родителях понятно, они верили о том, что, возможно, родители согрешили, значит, вот дитя их не несет вот эту вот проблему, то есть в данном случае он слепой родился. Но почему они спрашивают, почему они задали вопрос, согрешил он либо родители Его? Почему он? Он родился слепым. Как он мог согрешить, будучи родившись слепым? Но вы знаете, если так же углубиться в еврейские учения, учения фарисеев, они понимали, что человек, еще не родившийся, то есть младенец, который находится в утробе матери, с определенного месяца он также мог начинать грешить, еще даже не родившийся. Поэтому они задают здесь четко, они знали этот вот закон, знали вот эту заповедь, что могут родители согрешить, что может он в утробе согрешить. Поэтому они конкретно задают ему вопрос, слепорожденному, то есть от рождения слепому человеку. Он согрешил или родители согрешили его? Но здесь Иисус четко и ясно отвечает, не он не согрешил, и не родители его согрешили, но чтобы на нем явились дела Божьи. То есть болезнь иногда, Бог допускает в нашу жизнь, для того, чтобы явилась слава Божья. И последняя причина, которую я хочу выделить, причину, из-за чего приходят в нашу жизнь болезни, это болезнь ко смерти. Найдите, пожалуйста, 4 царств, 13 стих, 13 глава, 14 стих, я просто не записал почему-то. Вот, Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Дальше можно не читать. Вот, и в итоге мы видим, что иногда Бог посылает болезнь, жизнь человека, для того, чтобы его отозвать с этой земли. То есть люди заболевают, и такое определение Божье, чтобы человек заболевший, он просто в этой болезни переходит от земли в мир иной, то есть в вечность уходит. Это вот мы рассмотрели причины, почему люди болеют. Это основные причины, которые я хотел выделить, почему люди болеют. Но сейчас я с вами хотел поговорить бы, почему люди не получают исцеление. Болеем-то мы все. Все болеем. Кто-то серьезно болеет, кто-то так легко, как можно сказать, как молодежь говорит. Но что является преградой или барьером, почему мы не получаем исцеление. Почему вот выходят люди наперед, и они не все получают, далеко не все получают исцеление. Первое, что я хотел бы выделить, почему первая преграда, почему человек может не получать исцеление, это неверие. Для того, чтобы получить исцеление, необходима вера. Давайте откроем евреям. Третья глава, 12-13 стих. Евреям 3, 12-13. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился и не обольствовавшись грехом. То есть, неверие, братья и сестры, неверие – это грех. На самом деле неверие – это грех. На основании Библии – это грех. Неверие. И Бог хочет, чтобы мы верили, что Он всемогущий, и Он может исцелить любую болезнь. Одна из причин, почему люди не получают – это просто-напросто неверие. Они не верят. Ну как, я уже болею 40 лет, или сколько-то лет, и я ничего не получаю. Человеку пропадает всякая вера, что Бог может его исцелить. И он уже даже не выходит сюда за исцеление, потому что он даже уже не верит, что его Бог исцелит. Поэтому одной из главных должно быть то, что должна быть вера. Вера – то, что человек может исцелить. И вы знаете, когда Иисус, находясь на земле, исцелял людей, мы видим, что вера играла очень огромную роль. Если мы, допустим, я уже не буду зачитывать, потому что мне времени очень мало осталось, 15 минут. Вот я так буду на словах. Матфея в 9 главе написано о том, как Иисус шел исцелять или воскрешать дочь Иаира, и женщина, которая страдала кровотечением, 12 лет написано, истощила все. И у нее была такая вера, она понимала, что если я даже прикоснусь к краю одежды, я получу исцеление. Человек истощил все, но у человека была вера. И мы видим, что она прикоснулась, она действительно получила исцеление, иссяк источник крови. И Иисус тогда в конце сказал, просто это можно все зачитывать. Но я уже, поверьте, Иисус сказал, что по вере твоей будет тебе, и она получила исцеление. Просто по вере. Или, допустим, если помните исцеление, слуги сотника. Сотник пришел, говорит, я человек подвластный, имею власть, говорю, одному идти идет, другому не идти и не идет, но слуга мой болен. И он пришел ко Христу и просит, исцели моего слугу. Видно, слуга был любимым, но любил его, этот сотник своего слугу. И он пришел, человек авторитетный, просить у Иисуса, чтобы он исцелил его слугу. И что Иисус сказал? Иди, выздорове слуга твой. И там написано, что по вере, понимаете, сотник, он, если бы не верил, что Иисус может исцелить его слугу, он бы не пришел бы к нему просто-напросто. По вере, вот происходили эти вот вещи, то есть исцеление. Или в Артемии, да, он, допустим, сидел у дороги, и когда услышал, что Иисус идет, он начал кричать, потому что он верил, что Иисус может исцелить его. И он получил исцеление. Либо тот момент, когда четверо друзей опустили расслабленного через крышу, у них была такая вера, что они пошли на такой шаг, что они даже разбрали кровлю дома, ну, крышу, вот, и опустили, и человек получил, их недруг получил исцеление, потому что вера была. Поэтому первая преграда, почему люди не получают исцеление, это неверие. Для того, чтобы получить исцеление, нужна вера. Второе. Второе. Вторая преграда, почему люди не получают исцеление, это незнание Божьего Слова и Его воли. Осия 4,6 написано, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть иногда некоторые люди, выходя получить исцеление, они не знают даже Божьих обетований, не знают то, что написано в Слове, но самое важное, что они не знают Божьей воли. Вы знаете, братья и сестры, я сторонник того, чтобы перед тем, как молиться за исцеление, человек, ну, по моему мнению, должен понуждаться и узнать у Бога, в чем является корень его проблемы. Иногда Бог допускает, возможно, это просто испытание, и надо его просто пройти, достойно пройти, и выйти победителем с этого испытания. Но у нас как? У нас чуть заболело, мы сразу исцели, исцели, ничего, какие испытания, мы сразу только, чтобы исцеление, потому что болит. Мы просто-напросто не знаем Божьей воли, и мы просто сразу просим об исцелении. И поэтому не знаем его воли, не знаем, в чем корень этой проблемы. Мы молимся, но мы не получаем исцеление, потому что Бог отметил нам, что вот человек должен, например, пройти испытание, и он проходит это испытание, и он не прошел испытание еще, но он молится исцелить. Как может Бог убрать эту болезнь, когда он сам допустил ее, чтобы испытать человека? Придет момент, если человек одержит победу, Бог заберет это, потому что он насылал с определенной целью уже человек эту болезнь. Следующее, почему люди еще не получают исцеление, это неисповеданный грех. Вы знаете, братья и сестры, что если мы носим в себе неисповеданный грех или какой-то тайный грех, которым грешим в тайне, и мы это не исповедуем, исповедуем, это не значит, как бы, мы можем, что такое тайный грех или запинающий грех? Это грех, когда человек грешит и кается, грешит и кается, то есть он не свободен от этого греха. Он понимает, что это грех, но свободы от этого греха нету, и поэтому необходимо исповедание со служителем или пастырем. И это может являться причиной, из-за чего человек не получает исцеление в своей жизни. Грех, неисповеданный грех. Смотрите, что написано в притче 28-13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. То есть, кто скрывает свой грех и неисповедует, я думаю, что Бог не исцелит такого человека, потому что Бог, Он противится, Он ненавидит грех. Он любит грешного человека, но грех, который внутри этого человека, Он ненавидит. И человек страдает плотью, идет за исцелением, а грех оставить не хочет. Смотрите, что написано Якова в 5 главе 14-15 стих. Апостол Яков пишет следующие слова. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его и леем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, просятся ему. То есть, перед тем, как братья или просветера приедут человеку помолиться о него, тут написано, если он соделал грехи, то есть, если он исповедовался в своих грехах перед Богом, ну, и присутствии братьев, то это проститься, проститься ему этот грех, и он может получить исцеление, так говорит нам слово. Или 1 Иоанна 1,9 написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, преградой, почему люди не получают исцеление, может быть грех, неисповеданный грех, либо тайный грех. Даже имеют веру, человек имеет веру, что Бог может его исцелить, и знает все обетования, знает Библию, все, но если есть неисповеданный грех, Бог не может исцелить такого человека, потому что Бог ненавидит грех, этот, который находится в человеке. Следующая преграда или барьер, который может не давать людям исцеление, это обида на других, очень распространенная проблема. Мы все живем, все люди, и вы знаете, очень часто у нас происходят какие-то конфликты, какие-то проблемы друг с другом, мы можем обижаться, не так понял, поняла, не так посмотрел даже, и вы знаете, когда человек ходит в обиде на кого-то, на брата или на сестру, и выходит для того, чтобы получить исцеление, не желая совершенно простить этого человека или примириться с братом или сестрой, то я думаю, что Бог такого человека не исцелит, как бы он хотел бы. Потому что, смотрите, что написано в Марка 11 глава 24-26 стих, 24-26 стих, Марка 11-24-26. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш небесный просил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш небесный не просит вам согрешений ваших». То есть, о чем здесь говорится? О том, что, когда мы молимся о своем прощении или когда мы молимся о своем исцелении и мы имеем на кого-то обиду и мы не хотим эту обиду отпустить, то написано Бог нам тоже не прощает, если мы не прощаем этого человека, тем более и не исцеляем. Здесь вот так написано. Поэтому обида может быть этим барьером или преградой, почему люди не получают исцеление. Даже если у них нет греха, даже если у них есть вера, даже если они знают слова, все равно могут не получить, потому что есть обида на, возможно, братьев, сестер, либо даже людей, с которыми они работают, обида на родных, на родителей, на детей, обида даже на самого себя, это тоже грех. Следующая преграда, которая может быть в жизни человека, может кто-то подумать, ну, это к верующим не относится, потому что это оккультизм в жизни человека, оккультные вещи. Вы знаете, братья и сестры, что иногда мы, как верующие люди, я даже знаю, ну, слышал, по крайней мере, что христианская молодежь занимается такими вещами, как чтение гороскопов, они знают, кто они там, знаки позади, яка, или как там, я даже, если честно, ну, этих вопросов не знаю, и могу даже неправильно эти говорить вещи, вы знаете, и они смотрят, там, благополучный день, неблагополучный, там, еще что-то, то есть, они конкретно переходят, когда вот занимаются этими вещами, переходят на сторону дьявола, и они думают, что это все безобидно, ну, что там, я почитал там на своего там этого, как его, ну, по гороскопу там, я не знаю, почитал, какой там день будет благоприятный или неблагоприятный, и человек же, исходя из этого, начинает планировать свой день, это я не говорю про неверующих людей, это есть и в церкви, люди на это обращают внимание, и даже на это иногда ориентируются, либо иногда бывает такое, что в детстве, допустим, когда был, допустим, человек болеет с детства, его родители, когда он был маленький, водили там бабушки, шептухи, или гадалки, были неверующие, и она там нашептала или что-то сказала, и потом они пришли в церковь, и они не отреклись от этого, и ребенок болеет, либо, ну, их не чадо, и Бог не исцеляет, почему? Потому что нету отречения, неразорванная связь, люди болеют, люди болеют, и очень часто бывает такой случай, я вот слышал даже некоторые случаи, когда люди, неверующие даже, просто-напросто принудят своего ребенка, вот болеет ребенок, очень часто, я очень часто слышал, вот, особенно у неверующих людей это очень сильно распространено, они болеют ребенок, особенно бывает такое, что даже родители заводят ребенка просто-напросто на леток бабушке, дедушкой, чтобы он отдохнул якобы, заболевает ребенок, бабушка, дедушка неверующие, сильно там не распространяются, а заведу у нас, если бабушка, она пошепчет, там еще что-то скажет, и ребенок получит исцеление, и действительно, они ведут ребенка или внучка этого, и он получает исцеление, или ниточку привязывает сюда, здесь вот на запястье, либо какой-то кулончик дают, если это какое-то серьезное заболевание, и потом родители не понимают, что происходит с ребенком, ну ниточка да ниточка на руке, или кулончик да кулончик, ну бабушка подарила, а никто сильно не вникает, в чем проблема, оказывается связь есть с дьяволом, с дьявольским, и получается, что если человек обращается или переходит на сторону дьявола, да, дьявол дает, дает и исцеление, и болеет, и не болеет, вернее, человек, но он, он находится в связи с дьяволом, и если он выходит сюда наперед, и не разорвал эту связь, он не получит исцеление, он не получит просто-напросто исцеление, до того момента, пока он не разорвет, не отречется, и не исповедует от этого, и не уберет этот там кулончик, или там ниточку, потому что, вы знаете, я слышал такую вещь, что люди вот приносят, да, я слышал, вот, принесли к служителям, помолитесь за ребенка, ну хорошо, давайте будем, что за болезнь, там поинтересовались, как бы, и служитель видит, раз кулончик висит, и он сразу, первый вопрос, снимите этот кулончик, он говорит, нет, не снимем, он говорит, чего, снимите, мы помолимся, и тогда оденете, а они ни в какую, почему, и начинает задавать вопросы, служитель, почему, и начинает раскрываться все, что водили к гадалке, дал кулончик, сказал, что если снимет, опять заболеет, и родители находятся в страхе, они понимают, что если это убрать, ребенок опять заболеет, и будет проблема, то есть необходимо от этого отречения. И последняя преграда, то есть понятно, если есть вот эти вещи, необходимы отречение, это является преградой к получению исцеления. И последнее, что я хотел сказать, о проклятии. Знаете, я говорил тему в прошлый раз о проклятии, я не знаю, как она была воспринята, но это очень серьезные вещи, которые есть в жизни. У неверующих людей это сплошь и рядом. И даже я замечаю, что это есть и в церкви. То есть проклятие на человеке или на роду. Родовое проклятие. То есть проклятие, оно, болезнь может быть причиной проклятия. То есть люди, займев проклятие на себе либо в роду, они просто-напросто болеют, результат проклятия. И опять же, если человек не отречется от этого, если человек не исповедуется, не разорвет связь с дьяволом, Бог не может. Он может исцелить, но он не исцелит такого человека, потому что опять же, есть дьявольская связь. То есть он связал себя, или он связан проклятием. Поэтому, братья и сестры, вот такие вот шесть преград, я выделил основные, такие шесть преград, которые мешают нам получить исцеление. Это первое, еще раз повторюсь, неверие. То есть приходящий сюда наперед, который хочет получить исцеление, он должен верить, что Бог всемогущий, что Он может его исцелить от любой болезни. Второе, это незнание Божьего Слова и Его воли. То есть для того, чтобы получить исцеление, надо знать Божью волю, надо знать корень своей болезни. Для чего Бог допустил эту твою болезнь? Возможно, это просто болезнь для того, чтобы тебя испытать. Возможно, Бог допустил болезнь для того, чтобы тебя уже, ну, что ты умер от этой болезни, и ты никуда не денешься, просто-напросто ты умрешь, потому что Божье определение такое. Если человек положил, что человек умрет от болезни, то он умрет от этой болезни. Это такое определение. Сколько бы мы ни болели, ни молились, мы это видим очень часто. Неисповеданный грех, обида на других, оккультизм и проклятие в жизни человека. Это вот основные причины, по которым люди не получают исцеление. И поэтому в конце своего короткого слова я хотел бы сказать, что перед тем, как получить от Бога исцеление, от своих болезней, мы должны проанализировать свою жизнь. Может быть, у кого-то в жизни именно вот есть одна, а может даже не одна, из этих вот причин или преград, почему Бог хочет, но не может исцелить вас. То есть, есть вот какая-то преграда, и Бог видит, что вот если бы он исповедовался, если бы он просил того, если бы он отрекся от чего-то, сразу пришло бы исцеление. Но человек этого не делает, и Бог просто-напросто не может исцелить человека, у которого есть вещи, есть такие вещи в его жизни. Давайте, братья и сестры, встанем.